Ну и мы продолжим сегодня чтение Сефира Кузари. И мы поговорили в прошлый раз о второй главе и о том, каким образом герой этой книги, раввин от имени, собственно говоря, Иуда Олеви, говорит о божественных атрибутах. Ну, третью главу мы пропустим более-менее, начнем просто ее читать, чтобы понять, о чем она. Ну, сказал мудрец, благочестивый человек у нас не тот, кто удаляется от мирских дел, воспринимая мир как бремя, становясь бременем для этого мира. Ведь в подобном случае он возненавидит жизнь, которая является одной из милости Бога, даровавших ему, дарованных ему. И дальше приводятся цитаты. Мы сразу видим, что речь идет о определении того, кто же такой благочестивый человек. И если вы помните, это один, опять же, один из моментов, такой, одна из тематик, можно сказать, да, представителей Калана, которые после доказательства единственности, справедливости Бога и так далее, они переходят как раз к поступкам. И, в частности, вопрос о верующем или о человеке, который как бы правильно все делает, это, собственно говоря, один из таких важных вопросов для вот этих трудов Калама. То есть, он находится как бы в списке основных тем Калама, о которых мы с вами говорили. И поэтому мы видим, да, что, несмотря на то, что мы поняли уже, что Иуда Левий, он философ, если считать его философом, да, он философ-аристотелик. Точнее, философ, выступающий против школы философ-аристотелик, но вот эта антифилософская позиция, она демонстрирует в том числе его хорошее знание вот этой школы, школы аристотеликов. Но вместе с тем в его произведении присутствуют, как мы видим, и элементы Калама, или, по крайней мере, он может тоже спорить с представителями Калама, но, так или иначе, тематика, те темы, которые затрагиваются представителям Калама, для него тоже являются важными. Поэтому полемика, если и ведется, да, то есть она ведется и с аристотеликами, и прежде всего с философом-аристотеликом, но и с представителями Калама, как теологической мысли, значит, соответствующего времени тоже. И, я пропускаю абзац, у философствующих мудрецов и философов есть любовь к уединению, дабы очистились их мысли, чтобы они смогли верно истолковать своему заключению и правильным образом разрешить оставшиеся у них сомнения. И вместе с тем они желают найти учеников, которые подвигнуты к дальнейшим исследованиям и помогут освежить в памяти познанное. Так, тот, кто трудится для приумножения своего имущества, ведет дела только с теми, кто занят торговлей, чтобы он мог получать прибыль. Это ступень Сократа и ему подобных. И таких единиц нет того, кто стремился бы к их ступени сегодня. Здесь мы видим и уважительное такое отношение к философам. Тем не менее, он говорит о том, что философы стремятся к уединению, а если не к уединению, то окружают себя учениками, чтобы иметь возможность приумножать свое знание. Он здесь в этом абзаце достаточно уважительно говорит о Сократе и говорит о том, что сегодня таких нет. А вот были, значит, были философы и покруче, да, крутые, как Сократ, которые, значит, в том числе вели такой образ жизни. Но при этом благочестивый человек, с его точки зрения, это не тот, кто удаляется от мирских дел и не тот, кто ищет уединения. И не тот, кто, как он дальше скажет, смиряет себя и ведет аскетический образ жизни. И вот эта тема аскетизма, она ее поднимает и Садик Галон, и тоже говорит как бы о том, что излишний аскетизм неприемлем. У Бахи и Бампакуды мы видели как раз наоборот, да, стремление к аскетизму, как не стремление к аскетизму, а аскетизм как одна из ступеней, по которым человек поднимается к единению с Богом. Ну и вот Иуда и Леви тоже затрагивают эту тему. И в следующем абзаце он говорит, верно, что когда Шхина была в Святой Земле, среди народа, подготовленного к пророчеству, были люди, которые вели отшельнический образ жизни, удалялись в пустыню. Они собирались вместе с себе подобными и не пребывали в полном одиночестве, а пользовались помощью друг друга в изучении закона и действий, приближающих их к ступени святости и чистоты. Это были сыны пророков. Ну, сыны пророков – это как бы ученики пророков. Ссылка на книгу Махим. И здесь есть определенное сходство как раз, сходство между образом жизни философа, такого как Сократ, и образом жизни пророка, который в соответствующие времена тоже подобным образом удалялся все-таки от мира и окружал себя какими-то учениками. Здесь вот это соположение, оно по-видимому должно показать, что пророк не хуже, не хуже тех крутых философов, и сам по себе такой образ жизни вполне приемлем при определенных обстоятельствах. Но, как мы видели, разница между ними, между философом и пророком, она с точки зрения Иуды Олеви и Равина, который здесь его представляет, весьма существенно. Однако в нынешнее время и в нынешнем месте и с нынешними людьми, когда видение нечасто, когда приобретенные знания немногочисленны, а врожденная мудрость отсутствует, тот, кто предназначил себя для уединения и ухода от жизни, навлекает на себя мучения и болезни души и тела. Он почувствует приближение болезни, хотя будет казаться, что он отличается смирением и скромностью. Он станет как будто бы узником, отрицающим жизнь, уставшим от заключения в ней и испытывающим страдания. Не будет ему наслаждения от одиночества. А как же может быть иначе? Он не соединился с Божественным Светом и не может найти себя в нем, как пророки. Он не достиг знаний, которые были бы достаточны для его занятий и для обретения удовольствия. От этого на всю оставшуюся жизнь, как философы. Видите, да, параллелизм пророка и философа здесь продолжается. Они снова запараллелены. Вот это уединение для особых философов и для пророков он признает, но говорит о том, что в нынешнее время это недопустимо. Ну и вся третья глава, она посвящена именно этому, писанию благочестивых людей. Вот Хазарский царь, видите, вопрос задает ему, опиши мне теперь поступки людей, которые вы считаете благочестивыми. И третья глава по большей части посвящена именно этому. Мы не пропустим и перейдем к главе четвертой. Глава четвертой. Глава четвертая, она вроде бы посвящена именам Бога и в каком смысле возвращается или перекликается с тематикой второй главы, где говорилось об атрибутах. И вот в частности она начинается с того, что имя Элуим – это имя владеющего чем-то, управляющего им. И возможно его употребление применительно к властителю всего мира, но, возможно, и к тому, кто управляет лишь одной из сил небесной сферы или силами природы. Можно называть также этим именем человека или судью. Это как бы понятное и известное значение вот этого термина Элогим. А дальше он говорит о тетраграмматоне. Но лишь имя, которое пишется буквами Юдгей в Авгей, оно является самым точным и конкретным. И говорит о тетраграмматоне. Вот этот разговор, разговор об именах Бога, мы тоже пропустим. И начнем чтение вот с этого места, с того, как он определяет по ходу разговора об именах Всевышнего, о том, какие имена, что означают, он переходит к теме славы. Хотя, вот, Куре, я хочу спросить. То есть ясно, что Раби Уда Леви знаком с какими-то начатками еврейской мистики. Ясно, что мы находимся до Зора, и до Сефира Баир, и до Рамбана. Но какие-то, в каком точности он отношения? Он немножко знает, намекает, касается, похоже, не углубляясь, да, такое ощущение. Ну да, на самом деле точно так же, как и то, что мы читали у Иббан Гавироля, такое ощущение, что он знаком с мистической литературой в каком-то объеме, да, может быть, не всей. Сифрута и Халот, но то, что Иудалеви с какими-то этими произведениями знаком, это ясно, он их просто цитирует. Ну, например, Сефира и Цера. Но Сефира и Цера стоит особняком. Я уже говорил, по-моему, об этом. Сефира и Цера, это можно, на самом деле, отдельно просто построить курс о том, каким образом Сефира и Цера, представители разных направлений еврейской мысли, пытались, так сказать, перетянуть на себя, освоить, присвоить. В принципе, это небольшой совсем трактат, где говорится о сотворении мира с помощью букв и цифр, букв еврейского алфавита и цифр. И он туманный, да, то есть там сложно понять, о чем говорит этот текст. Но Сааде Гаон написал комментарий, рационалистический комментарий, который превращает вот это изложение Сефира и Цера в некую как бы научную книгу, которая просто написана вот таким вот особым языком. И поэтому не случайно, что Иуда Олеви, как мы увидим, тоже обращается к Сефире и Цера. И в дальнейшем представители мистической традиции, естественно, видели в этой книге то, что хотели они видеть, а представители рационалистического направления пытались всячески интерпретировать эту книгу как с точки зрения рационалистической философии. И вот эти различные комментарии к книге и Цера, они достаточно богаты, да, то есть можно и, собственно говоря, внутри мистического направления видеть разные подходы, и они тоже сказываются как раз на том, каким образом комментируется Сефире и Цера. Это было очень комментируемое произведение. Поэтому действительно можно сказать, что у Иуда Олеви есть некое знакомство с мистической литературой. И есть, собственно говоря, в принципе, и можно было бы сказать, мистический элемент, если под мистикой подразумевать стремление к соединению с миром божественным. Собственно говоря, это соединение у него, это и есть вот этот самый Амр-Илай, да, то есть божественный логос, который посещает или сообщает знания тому, кто реализовывает свою пророческую душу. То есть реализация пророческой души и есть, собственно говоря, соединение. И в этом смысле можно сказать, что здесь есть элемент мистики. Другое дело, что он описывает это не мистическим образом, да, то есть он не говорит о каких-то конкретных вещах, которые необходимы для того, чтобы все это произошло, но об абстрактных вещах, да, говорит. Он говорит о том, что это должно быть на земле Израиля, да, в особом месте. Это нужно подготовить себя тоже определенным образом. Ну, вот как сейчас он говорил, да, вот это уединенность определенная, пророка и так далее. Обо всем этом он говорит, но не детально. И можно сказать, что вот этот мотив, мотив Амр-Илай и соединения с этим Божественным словом, это мотив мистический. Ну, мы увидим и здесь сейчас, вот в этом тексте, который мы прочитаем, увидим тоже некие отзвуки, да, от каких-то, возможно, мистических произведений, с которыми он был знаком. Он говорит так, что слава Всевышнему – это тончайшая сущность, подчиняющаяся его желанию и проявляющаяся в той форме, какую Бог желает показать пророку. Ну, мы с вами помним, я надеюсь, да, теорию сотворенного света Саади Гаона, которая говорит о том, что пророк видит. Что пророк видит? Пророк видит некое изображение, он видит некое своеобразное кино такое, да, он видит своеобразное кино, которое ему показывают. Это сотворенный свет, это не что иное, как та картинка, которая показывается пророку. И в каком-то смысле Иуда Олеви, по-видимому, принимает вот эту доктрину и говорит о славе Всевышнего, как раз вот этой картинке, которая проявляется в той форме, какую Бог пожелает показать пророку. Он, правда, добавляет еще, что подчиняется его желанию, то есть воле, да, вот этот момент, он тоже важен, да, потому что можно было бы считать, что эти фильмы условно были вообще заготовлены, да, до сотворения мира, да, и показываются в каком-то смысле не в силу желания конкретного Всевышнего, а в силу предопределенности определенной, которая связана с развертыванием божественной истории. Это согласно первому мнению, он говорит. А согласно второму мнению, слава Всевышнего включает в себя ангелов, духовные сосуды, трон, колесницу, небесный свод, офаним, колеса, здесь переведено, сферы и все остальное, что является стабильным и существующим. И все это называется слава Всевышнему. Вот это как раз понятие, оно ближе к понятию, которое придают философы-аристотелики, да, этому понятию слава Всевышнего. Если первое ближе к Саадига, то второе ближе к философам-аристотеликам, которые действительно говорят о том, что вот в каком-то смысле весь надлунный мир, он ничто иное, как вот это самое явление славы. Все это называется слава Всевышнего, так же, как свиту царя называют, ценным имуществом. И, может быть, в этом была просьба Маше, когда он сказал «покажи мне славу свою». Это знаменитый фрагмент. Вот мы этот фрагмент, к нему вернемся, когда будем говорить о Маймониде. Маше просит показать славу, и Бог говорит ему, что не может меня видеть человек остаться в живых, и поэтому ставят его в расселину скалы, проходят, и Моисей видит Бога сзади. Бог выполнил его желание при условии, что тот остерегался и не старался увидеть самого главного, чего не может вынести человек. Как сказано, и увидишь ты меня сзади, но лицо мое не будет увидено тобой. То есть, в этой славе есть то, что может выдержать пророческое зрение. Значит, и наше зрение тоже способно это выдержать. Вы видите, что мы, давайте это запомним, вот эту интерпретацию Иуды и Олеви, когда будем говорить об интерпретации Маймонида, мы увидим, что это разные подходы. То есть, если у Маймонида это знание, знание как раз философское, и не все действительно можно познать, то для Иуды и Олеви это знание пророческое. Вот это постоянное сопоставление или противопоставление пророческого знания, знания, полученного непосредственно от Бога, и философского знания, знание, которое получено с помощью усилий человеческого разума, для мыслей Иуды и Олеви, оно очень важное. Видите, встречается у нас постоянно. Но есть в славе его более тонкие и духовные ступени, которые пророк не может достичь. Именно пророк. То есть, Моисей, в данном случае, не философ, у Иуды и Олеви, а пророк. А если и попытается это сделать, то его состав распадется. То же самое и у нас с силой зрения. Тот, чье зрение слабое, будет виден только при небольшом свете, оставшемся после захода солнца. Как летучие мыши и люди с болезнью глаз и слабым зрением, которые видят только в тени. А тот, чье зрение более сильное, видит при солнце. Но на само солнце человек не сможет смотреть. А если попытается это сделать, он ослепнет. И это слава Всевышнего, послание Бога, присутствие Бога, согласно именованиям упомянутых в Торе. Но иногда так метафорически называют природные вещи. И сказано, вся земля полна славой его. Царство его над всем властвует. На самом деле, слава и царство могут быть явлены лишь людям, благочестивым, мудрецам и пророкам, посредством которых неверующему станет ясно, что Бог судья всему. И ему принадлежит земля, и он знает о всех людских деяниях. Ну и дальше он говорит, поэтому не нужно удивляться, когда говорят, образ Бога видит он. То есть мудрецы и пророки, и люди благочестивые, это те, кто способны воспринимать эту самую славу. И он нам не сказал, какой из вариантов. Потому что первый вариант – это некое видение наподобие сотворенного света с Адегаона. А второе – это некое знание о надлунном мире. То есть вот о тех… Но он говорит здесь даже не столько… То есть надлунный мир, да, но помимо этого сферы, и фоним, небесный сход, колесница. Но и говорит о каких-то духовных сосудах. Это опять же, ну такой вот отголосок чего-то, что действительно может навести на мысль, что он знаком с какой-то мистической литературой, говорящей о вот этих самых духовных сосудах. Поэтому не нужно удивляться, когда говорят, и образ Бога видит он, и увидели они всесильного Бога Израиля. И то, что касается массы Меркава и Шуркума, видите, он знаком из произведения, которое вот так и называется, массы Меркава, как раз из вот этого корпуса сифрута и халот литературы чертогов. И Шуркума, который тоже относится к этому корпусу тоже, но оно в каком смысле тоже очень известное, скандально как бы известное произведение, потому что в нем описывается какие-то в гигантских размерах тело Всевышнего и так далее. Поэтому он тот же самый с Адяговым. Но в отличие от цифры и цара, отказывается комментировать Шуркума и говорит, что это у нас не авторитетное произведение. Непонятно, что это такое, кто это написал. В общем, короче говоря, лучше с этим произведением дело не имеет. Хотя на всякий случай, говорит Садяговым, на всякий случай я скажу, что можно, в принципе, было бы это интерпретировать. Все с точки зрения, опять же, рационалистической, как некие образы определенные, которые не говорят, которые не нужно понимать буквально, а нужно понимать иносказательно. И дальше Хазарский царь задает ему вопрос. Не правда ли, что когда разум постигает его божественность, единство, всемогущество, всезнание и то, что он влияет на все и все нуждается в нем, и он не нуждается ни в чем, будут достигнуты страх перед ним, любовь к нему, и не будет нужды в придании ему телесных качеств. Вопрос немножко странный задает. То есть он неожиданно переходит на телесные качества. То есть вопрос, собственно говоря, о том, если человек достигает определенного уровня в постижении Бога, то ему не нужно будет описывать Бога, используя телесные качества. Но это вроде бы как бы и так понятно. Но понятно это только с точки зрения философской как раз. Философы говорят о том, что ни в коем случае нельзя приписывать ему телесные качества. И мудрец так и отвечает, в смысле раввин. Это утверждение философов. Мы видим, что человеческая душа будет бояться, когда она встретит тех, кто вызывает ощутимый страх. И она не будет бояться, если мы расскажем о нем. Также она выжилает красивый образ, достижимый и видимый. Но не будет желать этого, если мы о нем расскажем. И не верь тому, кто считает себя мудрым, если он вообразил, что одним своим разумом может дойти до всех божественных истин, без того, чтобы переться на ощущения и зрительное восприятие через произнесенное или написанное слово и видимую или воображаемую форму. Ведь ты не можешь мысленно сконцентрироваться на молитве без того, чтобы не произнести ее. И не можешь, например, сосчитать до 100 в уме без использования речи, и особенно, если ты хочешь составить число 100 из разных чисел. то есть что он говорит? Он говорит, что да, философы утверждают, что человек, который достигает определенного уровня в познании мира или Бога, он понимает, что телесные качества ему приписывать нельзя. Но дальше он приводит пример, да, приводит пример того, что является непосредственным восприятием или восприятием через речь. Он говорит, что если человек видит непосредственно страшную вещь, то, естественно, что он не испугается. А если ему об этом расскажут, то нет, он не испугается. Ну и то же самое наоборот, если он красивый образ видит, то он может его вожгывать. А если ему опишут, то его желания будет, по крайней мере, меньше. И здесь он говорит вот о важности вот этого медиума, медиума речи, которая на самом деле, получается, ослабляет, собственно говоря, истинное восприятие. Подобным образом пророк постигает величие Бога, его всемогущество, милость, всеведение, жизненность, вечность, власть и то, что он ни в чем не нуждается. Вы видите, перечисление атрибутов. А все нуждается в нем, и его единство, и святость сразу раскрывается перед ним, когда он видит созданный для него образ во всем его всемогуществе. Вознесенная рука, вынутая из ножа, меч, огонь, ветер, гром, молнии, созданные по его повелению. Это вот эти самые явления, которые на самом деле полоса Ади Гаона являются сотворенным светом. И вот когда пророк это видит, то он благодаря этому видению, благодаря этому явлению, он непосредственно воспринимает. а дальше и слова этого видения с предупреждениями и сообщениями о том, что было и что будет, он тоже слышит. И то, что люди и ангелы стоят перед Богом смиренно, и знают они, что все, в чем они нуждаются, от него, он дает им достаточно и не обделяет их, поднимает слабого, низвергает возвышенного, протягивает свою руку раскаившимся и призывает их, он гневается на грешников, низвергает, возвышает. Все это и подобное этому видит пророк в одно мгновение. То есть пророческое знание, оно является в каком-то смысле знанием непосредственным, интуитивным, оно подобно чувственному восприятию, то есть непосредственному чувственному восприятию. Мы в очередной раз видим то, что я назвал этим самым словом эмпирицизм, потому что это созвучно действительно тому, о чем говорят, скажут в будущем философы эмпирицисты, а именно, что я могу на самом деле доподлинно быть уверенным только в том, что я непосредственно воспринимаю. То есть и на этой основе я могу строить знание, на основе вот этих самых перцепций, чувственно воспринимаемых вещей, которые не подлежат сомнению. А у Иудеолеви такого же рода знание, оно ведь не интеллектуальное, то есть оно просто в одно мгновение раз, и пророк видит, что он видит? Да все он видит, то есть он видит в каком-то смысле и способ управления, то есть он видит единственность Бога, справедливость Бога, видит, что Бог наказывает, и Бог награждает, и так далее. То есть все это вместе, о чем представители Калама пишут в своих произведениях, пытаются это доказывать, и так далее, и так далее, пророк это все видит в одно мгновение. И будет он желать и жаждать все свои дни увидеть во второй или в третий раз то же самое. И Шлома уже считал великим делом то, что он видел это дважды, как сказал Бог, который явился ему два раза. Достигнет ли такого философ своим разумом? Такой провокационный вопрос, да, Павина, которую он обращает к хазарскому царю, и тот говорит, конечно, это невозможно, так как мысль неотделима от речи, нельзя описать сразу два понятия. Зачем Равин говорил про речь? Говорил, речь это посредник, то есть у меня есть некое непосредственное восприятие, а дальше я могу через речь его передавать и так далее. Тот, кто воспринимает через речь, через речь человеческую, вот это все то, у него и реакция слабеет на все это. Если человек непосредственно видит что-то страшное, ему действительно страшно, а если ему рассказывают, то это уже не так, если он видит что-то красивое, то он восхищеннее, а если ему рассказывают об этом, то восхищения, конечно, меньше. У пророка то, что он получает, то, что он получает как некое знание о мироустройстве и управлении мира, оно является вот таким вот чувственно воспринимаемым. А у философа всегда присутствует опосредованная речь и узнание. Интересно здесь то, что есть своеобразная параллель, ведь Амра и Лаги это божественный голос, Логос, это то, что тоже является своеобразным медиумом, соединяющим мир небесный и мир земной. И здесь можно, конечно, провести аналогию иерархию, то есть, по сути дела, пророк говорит, что-то несет свою речь другим, это человеческое слово, гораздо слабее, чем божественное слово, сам он воспринял божественное слово, но, тем не менее, и это слово, оно тоже, конечно, является важным. Равин не отрицает важности речи, медиума речи, но говорит просто о том, что философское знание дается только с помощью этого медиума. Поэтому для описания того, что происходило с жителями страны... Сейчас, одну минутку, Ули, когда он сказал нельзя описать сразу два понятия, представляется, что это страх и любовь, о котором говорилось в предыдущем пассаже. Да? Нет, не обязательно. Не обязательно. Он говорит о том, что то, что видит пророк, это комплекс. Этот комплекс, когда я начинаю об этом говорить, он распадается. Я не могу одновременно говорить и об этом, и об этом, а воспринимать могу. Я же могу видеть целый ряд вещей. Если я хочу рассказать, что я вижу, то я не могу одновременно сказать, что я вижу, например, слона и дом. А вижу я слона и дом. Я должен сказать слон и потом дом. И в итоге получается, что вот этот, ну, можно было бы сказать дештальт, например, использовать такое слово. Ну да, но тогда было бы несколько понять. Я понимаю то, что ты говоришь, это очень логично из начала фразы. Мысли отделим это... Но все-таки написано два понятия. Значит, я ищу оппозиции. А и Б, которые с виду противоречат. И которые... Нет, здесь нет против... Я не думаю, что здесь есть противопоставление этих двух понятий. Имеется в виду просто, ну, минимум, даже два понятия нельзя, а уж тем более множество. Вот бывает мгновения, он говорит, когда у меня возникает любовь к этой стране или ненависть к ней. Но если бы мне прочли о том книге, никаких чувств меня это бы не вызвало. Мысль теряет четкость из-за множества впечатлений и представлений сопутствующих ей. Оттого она не бывает до конца понятна. Мысль в данном случае имеется в виду мысль, выраженная в слове. Мысль, выраженная в слове, теряет четкость, а непосредственного восприятия нет. Вот у меня множество впечатлений. Это множество впечатлений, оно оказывается таким последовательным, да, превращается в последовательность вместо разового восприятия. И от этого передаваемая информация или передаваемое знание, оно теряет свою остроту и теряет свою полноту. И, возможно, теряет свою как бы значимость. Сказал мудрец этот раввин, мы подобны тем, кто нащупывает путь, у кого нет возможности видеть этот свет. Поэтому мы полагаемся на видящих, которые предшествовали нам и были в состоянии его увидеть. Как зрячий, который видит солнце, может показывать его другим и научить их смотреть на него только в тех местах и в то время, когда он заходит и восходит. Так и у зрячего, видящего божественный свет, есть время, место, в которых он будет созерцать этот свет. Время – это часы молитв, особенно в дни раскаяния, а место – это те места, где может быть пророчество. Пророчество может быть только в определенном месте. Он про это тоже будет говорить, о том, что пророчество возможно в земле Израиля, потому что это самый благоприятный климатический поезд. все эти первые элементы взвешены определенным образом, то есть наиболее гармонично. Но это не представление исключительно Иуды Олеви относительно климатических поясов, и то, что земля Израиля является самым гармоничным, поскольку это пуп земли, центр, и там все находится в неком гармоническом соотношении. Это более-менее общее место для средневековых мыслителей разных конфессий, не обязательно еврейских. Но Иудалеев придает этому, помимо всего прочего, вот этот самый пафос возможности реализации пророческой души. Корень вообще этого в Талмуде, что пророчество в земле Израиля, но уже объяснение про навесы. В Талмуде естественно нет этой теории объяснения. То есть это мы видим вот это любопытное соединение, сегодня мы увидим еще и в дальнейшем, что Иуда Олевик в каком-то смысле принимает науку, науку, философию, то есть он критикует ее только в том смысле, что ее претензии на высшее знание не оправданы никак. То, что например доказано, что земля Израиля это центр земли нормально, то есть мы можем использовать какие-то научные понятия и так далее, они вполне себе оправданы, но все это касается земного мира, подлунного в каком-то смысле даже мира, если считать, что небесные сферы уже соотносятся с миром небесным. Равин говорит ему разве мы отрицаем а я не прочитал вопрос хазарский царь спрашивает я вижу ты признаешь мнение тех, кто считает что определенные часы и дни так же как и определенное место могут влиять на происходящее и на это Равин говорит разве мы отрицаем что высшие силы влияют на земные дела мы признаем что на возникновение исчезновение материи влияют на небесные сферы а формы даны богом которые управляют и движут ими и используют их в качестве инструментов создания всего того чему он желает дать существование здесь опять укол философам да потому что формы даны богом а с точки зрения философов аристотеликов формы поставляются активным интеллектом которого правда некоторые аристотелики собственно говоря и называют иногда богом так вот здесь он с одной стороны говорит о том что да мы знаем что небесные сферы влияют это научный факт с которым спорить нельзя но формы придает в данном пассаже бог а не активный интеллект звездочет утверждает что он знает эти детали но мы опровергаем его слова и говорим что человек из крови и плоти не может постичь этого то есть чего не может постичь не может постичь того каким образом происходит это влияние вроде бы есть опять же теория о том как это происходит но Иудалеви говорит или Авин его устами говорит о том что до конца это непонятно и только когда мы видим что его знания опираются на божественную мудрость знания звездочета основанную наторию лишь тогда мы принимаем таким образом мы доверяем знания звезды упомянутых нашими мудрецами ведь они основываются на божественной мудрости и потому они верны это вероятно звездочет это астролог астролог конечно да а если нет то все это искажение истины и гадания по небесным светилам смыслов которых не больше чем в гадании по песку и в действительности тот кто увидит свет о котором сказано высший то есть пророческий настоящий пророк а место куда этот свет не сходит во истину то место куда нужно стремиться сердцем так как это божественное место и учение исходящее оттуда истинное учение это эра цисраэль конечно хазарский царь говорит следующее но есть законы появившиеся после ваших которые тоже не отрицают истину и почитают это место где восходили пророки к вратам небесным и куда слетаются все души эти законы не отрицают того что пророчества были даны сынам израиля признают величие праотцев то есть имеется ввиду что и христиане и мусульмане собственно говоря не отрицают ветхого завета так называемого то есть танаха признают они сотворение мира и потоп и большую часть того что содержится в Торе и люди следующие им совершают паломничество к этому возвышенному месту то есть опять же в артисраиль на это раввин говорит если бы их поступки не противоречили их словам я бы сравнил их с герами принявшими не все детали заповедей а лишь их основы только на словах они почитают место пророчества и в то же время поклоняются тем местам где молились когда-то идол там живет множество людей но божественных явлений там никогда не бывало то есть божественные явления они сугубо проявляются только вот в этом определенном месте и в данном случае раввин критикует и христиан и мусульман за то что они лишь частично как бы принимают нечто но на самом деле принимают это только на словах а не на деле они сохранили все обычаи этого поклонства не праздников жертвоприношений они уничтожили только изображения которые были там но не отменили обычай я мог бы повторить за превознесенными будешь ты служить там богам иным дереву и камню это сказано как раз о народе Израиля что является ничем иным как намеком на тех кто превозносит дерево и возвеличивает камень народ Израиля сказано что он будет рассеян и будет там служить иным богам дереву и камню а это означает что там то есть в изгнании за пределами земли Израиля в Галуте окружающие народы поклоняются дереву и камню и мы временами в грехах наших подавляемся и действительно они верят в бога как народ Авимеллафа и народ Меневии и как те кто философствует опять же видите эти философы они в данном случае включаются народ Меневии который пророк посланник скорее Иона вернул так сказать народ Авимеллаха имеется ввиду филистимлянский царь так вот философствующие они включаются как раз вот в круг этих людей которые в своих словах вроде бы что-то принимают но на самом деле на деле не принимают ну и на самом деле видите здесь примечание я думаю правильно несмотря на то что написано философствует относительно бога имеется ввиду скорее всего представители Калама теологи да потому что философы собственно говоря действительно далеки от того что можно было бы назвать идлопоклонством как он здесь говорит а про теологов может быть и можно было бы такое сказать и основатель каждой из этих двух религий говорил что он постиг тот божественный свет вместе куда этот свет истекает то есть в Эртисраэль и оттуда вознесся на небеса ему было дано повеление указать пути истины всем обитателям земли и в своих молитвах они обращали взор в сторону этой страны только продолжалось это недолго и стали они обращать молитвы туда где живут их народы и не похоже ли это на действия человека который хочет привести всех людей к солнцу так как двигаются они на ощупь не зная направления и не могут его увидеть а ведет в итоге к южному или северному полюсу и говорит здесь солнце поверитесь к нему и увидите его ну вот таким образом здесь есть укол не такой уж частый на самом деле в этой книге христиан и мусульман но вместе с этим и философов или по крайней мере теологов тоже и в дальнейшем хазарский царь говорит о вот этих людях которые обращаются тем не менее к Богу пусть и ошибочным образом он говорит но они ближе к вам чем философ и на это раввин отвечает далеки друг от друга верующий в Тору и философ потому что тот кто верит в Тору стремится к Богу ради великой пользы кроме той которая дает познание что это за пользы отдельный как бы вопрос да но стремление к Богу верующего Тору совершенно иное нежели философ философ же стремится только к тому чтобы описать его таким какой он есть так же как он стремится описать Землю что она например в центре самой большой сферы а не в центре сферы созвездия и прочие подобные знания по мнению философа незнание Бога не более вредно чем заблуждение того кто считает Землю плоской польза для него это только знание вещей такими какие они есть чтобы уподобиться активному интеллекту и стать им и будь он праведником или неверующим это не важно главное он философ один из основных его принципов не делает Бог добра и не делает зла философ верит в предвечность мира он не считает что ничего не было до его сотворения и полагает что мир будет всегда не прекратиться и с его точки зрения Бог да превознесется он сотворил только мир метафорически а не в прямом смысле и слово творец не означает что он что то делает а значит что он причина мира и следствие прибудет всегда пока существует причина следствие причина потенциально то и следствие потенциально а если она была актуальной то и следствие актуально. Бог актуальная причина, и следствие актуально все время, пока он остается его причиной. Несмотря на то, что философы так далеко отдалились от верующих, вторым можно найти им извинения, так как они не углубились в божественное знание, а пошли по пути умозаключения. Еще раз мы видим то, что видели почти в самом начале, когда хазарский царь обращался к философу, это был философ Аристотелик, и здесь он тоже философ Аристотелик, который действительно в пределе своей, потому что когда мы говорим о философах средних веков, они в общем в любом случае являются принадлежащими той или иной конфессии, христиане, мусульмане или иудеи. И с этой точки зрения, конечно, пойти до конца, то есть в позиции философа как такового, может быть, мало кто из них и мог. Но Равин, точнее, Югалевий, он совершенно прав, что если доходить до конца, то есть наиболее радикальным образом воспринимать философию, ну то есть науку, мы помним, что философия тогда это просто наука о мире, науку интересует, что науку интересует, как все устроено. И в этом смысле, ну да, и про Бога тоже. Нужно понять, что он, как он, чего он, если говорить о его существовании. Вот мы доказали существование. Если у мира должна быть причина какая-то актуальная, то это, собственно говоря, и называется Богом. И вот это описание, оно вполне соответствует самому духу философии Аристотелька. Противопоставляется этому тот, кто является соблюдающим Тору или верующим Тору. И он говорит, что здесь этот человек стремится ради великой пользы. Ну, здесь под пользой имеется в виду не вознаграждение, а практический результат, цель, не уверен, что это проясняющее примечание. Имеется в виду, под пользой здесь имеется в виду, собственно говоря, изменение мира, то есть трансформация мира. То есть тот, кто является монотеистом, не обязательно верующим в Тору, то есть не обязательно иудеям. Собственно, все монотеисты к чему стремятся? Стремятся к тому, чтобы соединить небо с землей и превратить мир в Эдемский сад или что-то в этом роде. То есть это и есть, собственно говоря, та великая польза, к которой стремится любой монотеист. Можно ли сказать, что философ к этому не стремится? Это, как я уже сказал... Нет, ну хорошо, если мы делаем оппозицию Рамбам, то там это индивидуальное соединение с Эхэляпуэль. И может быть, что и у Раби Удалеви тоже соединение, только у него оно другое. Как раз Рамбам будет тем самым оппонентом. Он скажет, что присоединившись с Эхэляпуэль, теряются чувства, и они уже уходят. И Раби Удалеви явно сказал, что не теряются. Но цель может быть одной и той, да? Нет, я и говорю, что философ, в принципе, философ, по крайней мере, философ средневековый, то есть философ современный или ученый современный, конечно, может не стремиться ни к какому соединению, ни к чему, и может, собственно говоря, ограничивать свои задачи только действительно изучением и описанием, ничем другим. Мог ли средневековый философ так мыслить? Не знаю, да, то есть скорее нет чем, да. Но Иуда Удалеви заостряет, и заостряет в каком-то смысле правильно. То есть сам вектор, вектор науки, он угадывает, да, потому что наука, ее ничего не интересует, кроме познания. Она не интересует соединением, да, с чем бы то ни было. Хотя, как мы видели, философ Аристотелик Удалеви, он тоже говорит о соединении с активным интеллектом. Когда мы дойдем до Рамбома, мы обсудим этот момент, насколько Рамбом считал возможным это соединение или нет, и какие видел последствия или гипотетические такого рода соединения. Но понятно, что если философ говорит о том, что есть возможность, например, достичь бессмертия души, соединиться с Сократом, Аристотелем и так далее, как говорил философ в самом начале этой книги, то можно было бы сказать, что вот, пожалуйста, та польза, к которой стремится философ. Это не только познание, но и вот такое достижение бессмертия души и так далее. Но, как я уже сказал, несмотря на то, что, скорее всего, Иуда Оливий понимает, что окружающие его философы-аристотелики пока еще только арабские, еврейских пока еще нет, вроде бы, по крайней мере, пишущих нет. Может быть, были те, кто увлекались философией, его знакомые, но, по крайней мере, трудов не писали. Он намеренно говорит о том, что их путь – это, на самом деле, путь в сторону чистого познания, познания, которое ничего, кроме, собственно, самого этого познания, не предполагает. И надо сказать, что это созвучно, предположим, словам Тертулиана, о которых мы говорили в самом начале. Нашего курса, который тоже говорил о том, что не следует, в данном случае христианину, но неважно, атеисту, не следует любопытствовать, не следует искать каких-то знаний, кроме тех, которые, собственно говоря, уже даны и открыты в священных текстах. Ну, здесь он говорит еще и об извинении для философов. Они пошли путем умозаключения. И это еще раз вот та самая позиция, самая главная, собственно говоря, для Иуды и Оливии. Это божественное знание, которое дается непосредственно через пророческую душу, или разумная душа, которая находится на уровне ниже, чем пророческая душа. И все, что она постигает, это с помощью сил сугубо человеческих, хотя и возвышенных как разум. И наиболее искренне из них говорят тем, кто верит в Тору, что то, что сказал Сократ. О, народ, я не отрицаю вашу божественную мудрость, но я говорю, что я не знаю ее. Я разумен человеческой мудростью. Ну, и действительно, такое высказывание Сократа, мы его особо у Сократа не знаем, но мы знаем о нем, да, такую цитату приводит Аль-Фараби и Аль-Газали, о котором я пока мало говорил, не знаю, может быть, и мы не будем подробно о нем говорить, но Аль-Газали в арабском мире – это фигура, которая очень похожа в чем-то на Иуду Оливии, потому что это критик философии. Он пишет книгу, которая называется «Опровержение философов», и потом Ибн Рушк, который очень похож в чем-то на Маймонида, напишет «Опровержение», будет с ним спорить, в отличие от Маймонида, который явный спор с Иудой не ведет. А вот Аль-Газали в рамках исламской мысли он как раз является таким критиком философии, в чем-то схожим с Иудой Оливией. Ну хорошо, сейчас мы перенесемся дальше. Опять речь заходит о благочестии или правильном образе жизни, об этого поклонстве или нет. И мы этот фрагментик пропустим. Вот Хазарский царь, тут еще один такой диалог относительно философов, сказал Хазарский царь, «Я вижу, что ты высказываешься против философов и приписываешь им то, что противоречит всему, что известно о нем, о том, кто стал отшельником и отделился от страстей этого мира, говорят, что он стал философом и следует их учениям. А ты отрицаешь у них какие-либо хорошие поступки». Равин отвечает, «Нет, но то, что я сказал, это основа их мировоззрения, согласно которому самое большое счастье человека только в теоретической науке и в постижении того, что может постичь потенциальным интеллектом, и тогда интеллект актуализируется, то есть «ми цехель бекох», он станет цехель бефоль, если на иврите, и затем станет близким к активному интеллекту. И это залог бессмертия. Это не будет завершено, если человек не проведет свою жизнь в исследованиях и непрерывных размышлениях, что несовместимо с делами этого мира. Поэтому философы видели необходимость отделения от того, что имеет отношение к имуществу, от славы, от удовольствий, от рождения детей, чтобы это не мешало их учебе. И когда достигнет человек совершенной учености, он перестанет обращать внимание на то, что делает. Такие люди не становятся скромными, не считают, что взяв запрещенное имущество или убив, они будут наказаны за это. Он говорит о этической неполноценности философов, которые, отделяясь от жизни, теряют в каком-то смысле и этические ориентиры. Но они велели делать хорошие поступки и предостерегали от зла, так как это более достойно и предпочтительно. И так можно уподобиться творцу, который устроил все наилучшим образом. Они создали законы, но они не считают их, кроме тех, кто необходимы согласно разуму, то есть есть законы, которые требуют разума. Они не считают их строго обязательными, а лишь предпочтительными. Торо же допускает условность не в законах, а только в обычаях, определяя, какие из законов условны, а какие строго обязательны. Еще одно противопоставление философов и, собственно говоря, традиций, в данном случае еврейской традиции, когда законы, только законы, требуемые разумом, являются законами необходимыми, а остальные, ну, можно их предпочесть с определенной точки зрения. Но строго обязательными они не являются. Ну, и вот эта фраза, да, такие люди не становятся скромными и не считают, что, взяв запрещенное им имущество или убив, будут наказаны за это, имеется в виду предположение о награде и наказании. Это тоже одно из, как мы помним, один из постулатов Калама. И действительно, с точки зрения общей картины аристотеликов, никакого наказания, никакого наказания небесного за подобного рода дела, да, быть не может. Можно человеческий закон создать, который бы наказывал человека за убийство или за грабеж, но небесного наказания не будет. Это имеет в виду здесь Равин говорит о том, что они не считают, что такого рода поступки влекут за собой божественное вмешательство и наказание. В этом смысле он прав. А если это так, то, естественно, расшатывается в каком-то смысле, да, расшатывается вот то, что можно было бы назвать этическими основами поведения, да, то есть тогда они оказываются тем, что сформировано, сформулировано исключительно людьми с целью, ну, например, благоустройства общества и так далее, да, но не в силу каких-то божественных вмешательств. Ну, хорошо, сейчас мы продвинемся чуть дальше. Вот, собственно говоря, разговор, который касается как раз цифр и цара, о котором я говорил. Хазарский царь после вот этого разговора о различии, по сути дела, он начался, как мы видели, с разговора об отличии иудеев от других религий. Потом в итоге, собственно говоря, опять философ вышел на передний край, да, и разговор, собственно, свелся к опять полемике с философом. Но после этого разговора Хазарский царь говорит, теперь мне хотелось бы, чтобы ты поведал мне что-либо из сохранившихся вахтознаний в естественных науках, которыми, как ты сказал, владели евреи. Вот это признание того, что естественные науки это важно, нужно и так далее, это, как я уже говорил, тоже свойственно в мысли иудеолевия. Он не отрицает всего этого, а это, собственно говоря, естественные науки, это что? Это философия и какого-то рода познания в этих естественных науках он считает правильно, поощрительным и так далее. Отверждая, правда, что евреи владели многими знаниями, касающимися касающихся естественных наук с давних пор. И вот хазарский царь, значит, у него выясняет. На это Равиному предлагает рассказ о Сефире и Цера, которая написана Курамом, согласно традиции, и в ней изложены глубокие предметы, и ее пересказ занял бы слишком много времени, хотя она очень маленькая, эта книга. Эта книга учит о единственности и господстве Бога, которые проявляются в вещах различных, многочисленных с одной стороны, но единых и соответствующих друг другу с другой стороны. И дальше идет подробное описание, любопытное, мы не будем его читать с Сефире и Цера. То есть, по сути дела, это комментарий своеобразный Сефире и Цера, который дает Иуда Оливий, и этот комментарий находится в русле того комментария, который предложил Сааде Гаон, то есть, рационалистический комментарий, видите, здесь созвездия, знаки Зодиака и так далее, то есть, он привлекает много чего из того, что известно в его время к объяснению Сефире и Цера. который действительно книга совершенно туманная и играющая на созвучах слов и так далее. Например, возьмем пассаж книги, описывается, что причина разнообразия вещей это вращение сферы. А это, собственно говоря, концепция, опять же, общеизвестная, да, общеизвестный, скажем так, научный факт, который с точки зрения Иуде Олеви выражен и в этой книге, то есть, был известен, получается, поскольку книга приписывается Аврааму, еще Авраам. Хотя там только сказано и вращается эта сфера вперед и назад. это, собственно говоря, пассаж, который Иуда Олеви понимает как указание на то, что вращение сферы является причиной разнообразия вещей. А это как раз Аристотелики, собственно говоря, и говорит. Или, например, дальше, да. И так продолжается, когда он описывает порядок сферы, так продолжается до Луны и до активного интеллекта. То есть, опять же, нет отрицания того, что вот этой всей картины, картины небесных сфер, которые являются живыми существами, у которых есть интеллекты, которые запускают их совершенное движение, все это, получается, Иуда Олеви вполне воспринимает. Говорит о том, что все это было рассказано, вот в сфере Ицера как бы более-менее об этом в том числе и говорит. Он говорит здесь об эманациях, эманации вот этих самых сфер, более высших сфер, более ниш. И в конце этого изложения он говорит, я упомянул эти представления только для того, чтобы философия не поразила твое воображение, чтобы ты не думал, что следуя ей, ты обретешь утешение и сможешь опереться на исчерпывающие доказательства. Напротив, все их представления разум не приемлют, и логические рассуждения затрудняются связать воедино. Кроме того, не найти среди них двух согласных между собой, если только они не следуют одному учителю, Эмпидоклу или Пифагору, Аристотелю или Платону, либо другим, среди которых нет единства мнений. Еще раз, несмотря на то, что он изложил, это изложение оказывается изложением собственно говоря философской картины мира, то есть научной картины мира, после этого он говорит о том, что на самом деле все это он упоминает для того, чтобы уберечь хазарского царя от философии и чтобы он не надеялся найти утешение на философии. Философия это продукт человеческого разума, кто во что гораст, есть разные школы, есть разные философы, они не согласны друг с другом, их построение отнюдь несовершенное и так далее. Все это противопоставляется совершенному божественному знанию. Ну и вы видите, что дальше хазарский царь после того, как он описал те знания, которые можно подчерпнуть как бы из сэфера и цара, хазарский царь говорит о том, что мне хотелось бы, чтобы ты представил мне некоторые знания мудрецов Талмуда, которые соответствуют науке о природе. И равинок и здесь тоже находит, что сказать, да, и цитатами из Талмуда определенными излагает, то есть обнаруживает в них изложения тех или иных научных, собственно говоря, представлений, которые и являются, вообще-то говоря, представлениями философскими. Ну, и, собственно говоря, вот это изложение того, что знаний, которые можно подчеркнуть из Талмуда, заканчивается четвертая глава. Ну, и нам осталась последняя, пятая, завершающая глава. Наверное, сейчас мы уже не будем ее начинать, в следующий раз как раз закончим, не будем читать ее целиком, но какие-то фрагменты из нее дочитаем и подведем некоторые итоги знакомства с этим важным произведением еврейской мысли. Поэтому сейчас, если у вас есть вопросы по тому, что мы сегодня читали, говорили, обсуждали, давайте, задавайте, я на них с удовольствием отвечу, если смогу. Известно ли, Оле, сколько списков, сколько книг ходило, например, явно Рамбом, когда писал свой труд очень упорядоченный, но у него было что-то такое, что он был знаком с этим сочинением, но как бы в каждом доме образованном еврейском, в каждом городе. Может быть и есть такие сведения, я, честно говоря, их не знаю, наверное, где-то об этом что-то говорится, то есть есть прошло 60 лет, через 60 лет после, да, 60 лет Рамбом позже. Ну, родился. Да. Ну, да. Нет, что существовали, есть произведения, о которых мы точно можем сказать, что те или иные авторы их читали, да, то есть просто по ссылкам или по цитатам, или по... Хотя тот же Рамбом, да, он не то, чтобы часто упоминает, да, не было традиции цитирования, да, и так далее. То есть, например, Саадю Гаона Рамбом не упоминает практически, но ясно, что он с ним полемизирует во многих местах. Про Иуду Олеви, когда мы будем читать Рамбом, мы увидим, что это как бы нельзя сказать, что Иуду Олеви является его оппонентом, хотя мог бы действительно им быть, то есть, поскольку их взгляды в общем в каком-то аспекте радикально противоположны, но мы не видим этого. А с другой стороны, ну, например, вот теория атрибутов, которую во второй главе мы читали в прошлый раз, и которая явно тяготеет к негативной теологии, у Рамбом это тоже есть. В пятой главе, в следующий раз мы будем читать, мы увидим, ну, давайте просто прочтем первую фразу, Фазарский царь спрашивает, я не могу удержаться, чтобы не обременить тебя еще одной просьбой, поведай мне легкие для понимания, но выражающие суть основы положения и мнения диалектиков Мутакалина. То есть, вот, Калам, критика Калама, диалог с Каламом какой-то, у Рамбома тоже самое, у Рамбома тоже есть обширные главы в конце первой части «Путеводители растерянных», которые посвящены критике Калама. Поэтому в каком-то смысле, да, те темы, которые поднимает Иуда Олеви, они у Рамбома присутствуют. Случайно они присутствуют или они присутствуют в каком-то смысле с таким отсылкой или диалогом каким-то. Сказать достаточно сложно. Но сам по себе вопрос про распространенность тех или иных рукописей, он, конечно, интересный. Я просто не очень хорошо это знаю, эту тематику. есть люди, которые как раз этим пытаются заниматься, но понятно, что мы можем только сказать это на основе количества рукописей, которые до нас дошли. вот мы говорили, когда про Бахи и Бумпапуда, я говорил о том, что его труд обязанности, сердец, он просто огромное количество рукописи этого произведения есть, это значит, что оно было очень популярно и распространено. Сказать то же самое, но это, опять же, это перевод, это не арабский оригинал был распространен после того, как его перевели. А перевели, собственно, Иуда ибн Тибон, он перевел на иврит и Кузари, и обязанности Сергея Бахи и Бумпапуда, и, собственно говоря, знакомство с этими произведениями, широкое знакомство еврейской, так сказать, не узкой интеллектуальной элиты, а может быть, чуть более широкое, оно началось с деятельности вот Ибн Тибона, Иуда ибн Тибона, потом было продолжено Шмойлем ибн Тибона. А что происходило вот в среде арабско-язычных, так сказать, интеллектуалов еврейских? Не знаю, я затрудняюсь ответить. А вот здесь написано книжке, что три профессора переводили эти рукописи, рукописи, да, а где находятся они, эти рукописи оригинальные, которые на арабском были написаны? Ну, они находятся в библиотеках, да, в библиотеках есть их, так сказать, копии, собственно говоря, обычно работают, сегодня обычно работают не столько с самой рукописью, сколько с ее фотокопией, это гораздо удобнее, и у нас, это не только у нас, да, эти рукописи во многих местах есть, есть обширное собрание, например, в питерских библиотеках люди специально ездят туда, но поскольку большая часть рукописи сегодня, по крайней мере, из известных, она отфотографирована, работать с фотографиями гораздо удобнее, потому что ты можешь увеличить, ты можешь осветить и так далее, увидеть иногда то, что в самой рукописи сложно увидеть, но в принципе все рукописи хранятся в библиотеках, да, просто написано, что это аж тысяча какой-то год, сейчас, где-то здесь написано, просто сохранились столько, ну, вообще столетий, удивительно, прям, тысячи. ничего особо удивительного нет, у нас есть более древние рукописи, там, магические какие-нибудь, сохранились, так хранились, они всегда были люди, которые сохранили, были библиотеки, библиотеки же были рукописи до изобретения книгопечатания, да, все библиотеки, собственно говоря, состояли из рукописи, так что, в общем, несмотря на многие беды, которые с рукописи случались, в общем, достаточно много рукописей сохранилось. Хорошо, спасибо, кстати, вот там, кто спрашивал, да, насчет вот этого перевода вашего, с вашей редакции, да, сейчас же книжники открыли в Иерусалиме представительство, так что можно это купить в Иерусалиме, эту книжку. Ну, это я не знаю, у меня нет информации, есть эта книжка сейчас в этом магазине, нет, наверное, можно заказать, просто, ну, кто вы... Может быть, можно сказать. Все, спасибо. Все, вопросов больше нет, прощаемся, до следующей недели, всем счастливо. Спасибо большое, очень интересно. Спасибо большое. Пока, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok